Чтобы оценить полученные кластерные модели предварительно, я запускаю по ним описательную статистику. Получаю частотные таблички. Эти частотные таблички показывают мне, что решения не очень хороши, особенно двухкластерные и шестикластерные. Почему? Я знаю, что у меня 398 человек, у которых нули, все 7 нулей. Они образуют первый кластер во всех решениях, но в шестикластерном решении еще 4, точнее даже 5 человек с единичками попали в этот кластер. Здесь уже 11 человек попало в кластер к нулям, и здесь очень много человек попало к нулям. Здесь, кроме того, имеется карликовый кластер. В принципе, все они маленькие, меньше 1 валидного процента. Поэтому из этих трех я, пожалуй, выбираю трехкластерные решения. Удаляю. Удаляю. Попробую еще две меры из тех, которые отобрали. Это лямбда и андерберг. Лямбда. Снимаю сохранение, потому что пока я еще не выбрал число кластеров. Возвращаю статистику, запускаю. И что я вижу, что алгоритм не сработал, потому что слишком большой перекос к кластеризующим признакам по всем в пользу нулевой категории. А лямбда и андерберг – это меры сходства, причем их формулы достаточно сложные. И для того, чтобы они срабатывали, нужно, чтобы не было очень сильного перекоса, как в нашем случае. Давайте проверим и андерберга. То же самое. Прошу прощения, поторопился с выводом. Я все смотрел на лямбду. А андерберг, у него формула попроще. Он сработал. Поэтому тоже переносим табличку в Excel. Здесь обратные величины, потому что речь уже идет не о сходствах, а наоборот о сходствах. И здесь наибольшие мы видим для двухкластерного решения скачок. Продолжение следует...